сегодня шри шевский миш привет привет володя да сушен мы познакомились по моему 2015 году если не ошибаюсь я тоже не помню не помню уже в москве или в сочи на чемпионате мира среди женщин я уже честно я не помню какой где где-то где-то место было но я могу сказать была небольшая предыстория как мы познакомились почему наша знакомство стоялось ты у нас человек известные книжки твои по которым все учились мы такая желтенькая стратегия если не ошибаюсь до стратегии все по ней учились все занимались у нас история какая была на мы 2013 2014 году планировали запустить такой проект красносом края как школа крамника там была небольшая предыстория в принципе я в двух словах а не скажу что как бы логически прийти к ней до 2014 году фыше поддержал этот проект можно прямо сказать наверное было письмо в адрес губернатора если николаевич откачула с несколькими подписями в том числе андрей васильевич филатов том числе сам и джурков что было бы хорошо если бы появилась бы школа крамника на территории красновского края а были некоторые переговоры с министерством физической культуры и спорта красновского края и мы в 2014 году на очередном форуме в городе сочи не помню где-то в середине сентября 2014 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между федерацией шахмат россии тогда российской шахматной федерации федерации шахмат красновского края и администрации красновского края по развитию шахмат на территории красновского кстати это первый документ официальный документ такого уровня появился красновского края логика была там следующая что с одной стороны если ты помнишь ноябре состоялся матч за звание чемпиона мира между карсоном и анандом и губернатор тогда поддержал помог и в организации проведения чемпионата а с другой стороны мы готовили проект под названием шахматная школа школа имени владимира крамника и где-то если я не ошибаюсь в ноябре или в октябре а 14 года вышло распоряжение губернатора администратора руководителя администрации красновского края мы все это решение помним была тогда встреча володя приезжал встречались губернатором с мэром города краснодара и было выпущено постановление о создании центра спортивной подготовки по виду спорта шахмат на территории краснового края исполнительным был назначен довода это вице-губернатор на тот период отвечающий за спортом и тогда пошел этот процесс мы его реализовывали совместно с министерством физической культуры и спорта краснового края на тот период министром был черновой людмилой санат и и помнишь это наша олимпийская чемпионка и олимпийская чемпионка 80 года очень хорошая порядочная женщина полностью поддержала нас мы с ней много чего сделали хорошая и на была какая история у нас было решение что на тот период возглавит школу павел трегубов и шел некий процесс шел некий переговорный процесс как это будет где это будет нам даже выделили повещение на красунской красное решением губернатор красносового края садникова чаткачева уже началось бюджетирование начали согласовательные процессы и что-то потом не пошло не пошел каком видео что повескал суши но у вас там так такие сложности вот там есть согласные не согласны и там кто-то бегает кто-то не бегает а потом я живу во франции а нужно быть в краснодарском крае устраиваться официально на работу а я живу там ну и в общем говорит слушай я я не хотел бы вот давайте может быть подумайте как это сделать там самостоятельно и тогда у нас возникла пауза я тогда пришел к марку глуховском в суши ну вот у нас такая проблема у нас нет руководителя и он мне говорит а ты не будешь против если у нас эту школу возглавит михаил шерешевский я говорю ну если вы считаете что это хорошо я говорю это будет сто процентов хорошо и вот оттуда я честно говоря впервые начал с тобой знакомиться уже очно это наверно был февраль может быть 15 года вполне возможно да я уж не помню точно по а мы если не ошибаюсь познакомиться на чемпионате мира среди женщин или в москве или москве он был в сочи в к на красной поляне да но мы познакомились москве или в сочи я уже честно говоря не помню мне кажется мы там познакомились на а может быть до этого в москве с марком вместе я не помню честно говоря не помню но суть была какая на этом чемпионате мира мы тогда переговорили судья сана чернова если помнишь да да мы представили тебя и сказали что мы бы хотели видеть чтобы вот у нас было руководители школы крамника вот михаил шерешевского я не против конечно да вот пусть переезжает и мы начнем запускать процесс но приблизительно такой был разговор помнишь марта 2015 года если не ошибаюсь или февраль 2015 года ну да да и потом ты приехал краснодарский край ты у нас был когда-нибудь до этого кстати в краснодарском крае ну я можно сказать что не было я был когда-то в сочи на сборочном турнире к первенству мира среди юношей там с петром корзубовым приезжал но это было это как у был советский союз это был примерно восьмидесятых год так что это была другая страна другое вот в краснодаре я не был никогда но город отличным не понравился единственное что конечно дикие совершенно пробки там в часы пик совершенно невозможные пробки автомобильная ну это наверное говорит о том что много народ туда съехалась всем он нравится этот город а он не рассчитан на такое количество людей иначе там все было хорошо сделано мы я помню ты там организовал я проехал по шахматным центром краснодарской краснодарского края было в армагире был мне очень понравился процесс который там запущен там две или три я уж не помню какие-то женщины энтузиастки тысячи реальных занимающихся шахматами шахматами у них было это мне показалось совершенно невероятным потому что городе минске которые больше армавира ну так 1 15 я думаю тысячи из занимающихся шахматами реально занимающимися они мертвыми душами на бумаге нет ну понятно что они им дают какую-то подготовку дают какой-то разряд а дальше как старые советской песни летите голуби лететь грейсмейстерами никто там не станет находясь в армавире но любовь к шахматам они конечно получить на всю жизнь вот мне это очень понравилось и впечатлилось я помню был новороссийске там хорошо ведется работа но очень маленькие шахматный клуб был тогда не знаю как сейчас что-то улучшилось или нет я снова больше стало больше клубов появились частные клубы несколько инфраструктурных объектов изменилась конечно изменилась и участников больше стало ну там работа хорошо была поставлена был в сочи сочинскую до сша посмотрел тоже было все очень прилично сделано евгений линков изглавлял тогда эту школу и в общем то видно было что работа определенная идет хотя конечно результаты спортивные вот до какого-то момента люди доходили а дальше дальше как-то процесс шел не очень хорошо и я понимал так что я перебью а вот а ты же еще был в краснодарской школе самой на постовой в краснодарской школе честно говоря не помню по моему это основать из а9 это у нас единственная большая мне показали новое помещение которое было подобрано под вот эту вот школу я помню что ездил по каким-то небольшим участкам там модер ханов в грязь месте работал в какой-то маленькой маленьком центре тоже нормально было поставлено там работа но саму краснодарскую школу я честно говоря не помню я заходил мне кажется не знаю там были какие-то по моему неясные взаимоотношения то есть люди не хотели или не очень стремились к появлению новой школы ну по крайней мере у меня в памяти это не отложилось что я что-то видел в самом краснодаре вот что касается качество да я так понимал что эта школа открывалась для того чтобы развивать шахматы во всем краснодарском крае и речь шла и о высоком спортивном мастерстве и массовости чтобы те люди которые получали какую-то подготовку в своих детских спортивных школах могли дальше совершенствоваться и становиться международными мастерами играть мистерами и так далее это идея мне очень понравилось вот и плюс там были даже какие-то выделены деньги на поощрение молодых шахматистов типа мини стипендии каких-то мы тогда когда володя крамник владимир камник приезжал встречаясь губернатором а один из вопросов которые поднимали на встрече это возможность сделать стипендию для чемпиона мира по шахматам все детей тогда был илья маковеев который жил в городе геленджике кстати геленджике ты был нет не был и тогда если не ошибаюсь эта стипендия была сделана и у нас еще отдельный инструмент это сборная краснодарского края и там некая форма поощрения тоже ездят детишек и было по крайней мере было если мы об этом говорим ну по крайней мере идея мне очень нравилось и в спорткомитете приняли позитивно я уже ездил знакомиться с работой которая поставлена в краснодарском крае было смотрел кто работает где работает был на чемпионате которые проводили который проводился на море забыл название этого нет нет я хорошо знаю а вот где-то несколько дней проводился чемпионат по линии по моему министерству просвещения командный чемпионат проводился как-то что-то напоминает гжель что-то город такой какой-то интересный да 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 вот любители любители бжида там постоянно проводили некоторые мероприятия бжит бжит такой гжель бжит да гжель это подмосковью далеко у меня 50 километров и ты ну да нет я помню название что-то такое смешное мне казалось вот но все там было поставлено в плане массовости ну достаточно прилично я считал а вот дальше к мастерству переходить для сильнейших шахматистов этого не было и ну как раз я понял что эта школа в немалой степени будет заниматься этими вопросами то что меня конечно интересовало и вроде я был готов на не вроде я был готов поехать и работать там на месте ну что-то не сложилось наверхах как я понял и проект этот как-то приостановили у нас знаешь какая история была если я не ошибаюсь где-то в середине апреля пятнадцатого года сменился губернатор до ушел полиция николай скачев в москву на должность министр сельского хозяйства а в краснавский край назначили именно иванович исполняющий обязанностям потому что выбор если не ошибаюсь они в сентябре были кондратьева и на этот период у нас все зависло вот я помню дословно вот все просто зависло встава наверно да это что значит мы с черновой разговаривали она говорит я не понимаю у нас сейчас идут перестановки все проекты при установлены вот дословно если ты помнишь у тебя соответственно взаимодействие было тоже с ними и и дальше там чтобы вот как ты помнишь ну я помню что там какой-то ступор стал федерация но в первую очередь филатов активно пробивали возможность открытия шахмат в сириусе им удалось этот проект осуществить в сентябре у нас 16 года или в октябре уж не помню когда когда я сделаю два шага назад и вот ваш нога назад миша я перебью сделать два шага назад в пятнадцатом году ты уже жил краснодаре снижилась готове 20 на верстадаре просматривал шахматы которые как там развиваются шахматы кто как работает и так далее потом когда потом я уехал из краснодара я поехал смотреть чемпионат россии в лоу ну значит уже капришек по тесты краснодарского края до в апреле и и и там в этот момент сказали что проекта приостановлены но я больше краснодар не возвращался я не был краснодаре с тех пор вот у нас тогда была заминка я сейчас просто как бы к этой мысли вернуть у нас была заминка я тогда с марком глуховским мы думали а как быть что делать и мы готовили несколько писем от федерации шахматы россии в адрес исполняющие обязанности губернатора консультации вели постоянно с министром спорта и физической культуры краснодарского края линии саны черновы я так понимаю вот до выборов практически все остановилось до выбора по выбору нас в сентябре традиционного 15 году бюджет был сверстан как-то скорректирован в общем непонятно все было мы тогда думали что делать честно говоря вот все ходили думали что делать как быть и все стало это факт просто все встало и в ну а небольшая такая апатия отчасти да как же как же так вроде бы есть распоряжение губернатора его кстати по моему до сих пор учат 22 год если не ошибаюсь его не отменили представляешь по крайней мере в том году она еще действовал вот я знаю то есть представляешь 7 лет распоряжение она действует и там есть исполнителя долуда николай саныч который к нас главный казак по краснодарскому краю которого уже нету вице-губернатором здесь у нас по-моему общественной палате казак главный москве и все стоит вот все встава все стоит мы писали письма на пытались как-то не было бюджета и так понимаю просто главная проблема была не было в бюджет вот мое ощущение было такое не то что кто-то был против вот никто не против он все говорит да это нужно до решения есть мы его должны исполнять но денег нет денег нету а это середина года уже был май-апрель денег нету и соответственно бюджет начинается у нас бюджетное правило вы в июле каждого года верстается на следующий год ну давайте включим бюджет там 16 года давайте подождите подождите в итоге ничего абсолютно ничего и у нас так все и встава встава и встава и самые разные решения но я так понял какой-то момент федерации шахмат россии частности андрей васильевич я через марка по крайней мере это узнал что вот мы ориентируемся на sirius и sirius правда на тот период был территория города сочи это краснадский край тоже по моему 18 19 году его сделали федеральным центром отдельным но как субъект и sirius 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 и принципе мысль это поменялось отчасти хотя в шестнадцатом году sirius запустили ты там это помнишь об этом говорю как раз в сириусе кстати нет там прекрасные условия все отлично но насколько я помню ребята с краснодарского края почти не было вероятно это есть результатов них не было особых на открытие был владимир крамник мы все видели слышали фотографии видели и открытие видели но сделать его все все российским центром sirius и была программа и 1 так понял ты переехал какой-то период времени в город сочи сервис просто смены были очень часто и в шесть раз году восемь раз году я не переехал переехал сакаев сакаев жил в сочи три года приблизительно чтобы не мотаться в питер чтобы семья была рядом там и так далее я в сочи не пережил никогда но но в сириусе я проводил очень много времени но не сейчас смена и идут хотя их стало всего лишь по 2 в году вот сейчас у нас в марте планируется смена но никто не знает состоится она или нет связи вспышкой микрона но смена конечно 2 в году это намного меньше чем хотелось бы для плановой работы что на меня значит что интересует я думаю за те небольшие годы отчасти ты все-таки стал краснодарским шахматиста по крайней мере увлекся нашими нашими скажем так спортивными результатами наверно наблюдал за некоторыми спортсменами вот твое впечатление вот спорта высших достижений краснодарском крае это возможно вот как ты видишь вот мы можем вырастить чемпиона на территории я просто говорю от лица федерации шахмат краснодара не от лица федерации шахмат россии вот краснодарском крае у нас не знает два десятка красмейстеров там 30 может быть международных мастеров а есть отдельные школы есть отдельные результаты кстати это артем лебедев случайно вот или закономерно выстрелил из города сочи мы же знаем да есть чемпион мира помимо айли маковеева среди кишек есть там призер в чемпионате россии а вот системно как ты видишь вот твое мнение в спорте части спорте высших достижений ну вот именно как субъект как субъект российской федерации может вторженки красмейстер если говорить о артеме лебедево лебедями мне этот мальчик очень нравится я посмотрел на него у меня пригласили на школу в кострому он на гроссмейстерскую школу то есть гроссмейстерская школа в костроме есть в самаре есть еще на урале там в сибири гроссмейстерской школы есть в краснодарском крае где ну прекрасные условия для ну климат отлично и так далее и много гроссмейстеров ей школа нет гроссмейстерской сейчас лебедев играл на турнирах двух в сербии и поднял свой рейтинг пунктов на 300 у него в двух турнирах у него где-то уже за 2000 но я понимаю так что для регулярной работы на приличном уровне он должен работать с каким-то квалифицированным тренером или гроссмейстером но это работу должна каким-то образом оплачивается потому что бесплатно работать никто не не согласен ну насколько мне известно таких возможностей ему пока не смогли предоставить вот то есть он там крутится сам как может может я чего-то не знаю может быть уже с кем-то работает дай бог если это так но мальчик выглядит прилично артем лебедев что касается других шахматистов краснодарского края я слежу за соревнованиями в сочи каждый год но я чем-то чемпионов не видел там из краснодарского края может кто-то стал призером вот вообще эта проблема не только краснодарского края проблема российская я бы так сказал ведь где идет реальное развитие ну во первых конечно в москве потому что да и челябинске где-то ну там где проводили чемпионат турнир претендентов там они сейчас хорошего чем спонсор и екатеринбурге в екатеринбурге да то есть не в челябинске в екатеринбурге ли горе фулина артем пинген им оплачивается поездки на турниры с мамой или там с кем-то из родителей оплачивается работа тренеров ну ли горе фулина стала гроссмейстером уже в павов подошла в кандидатский список сборной россии вот и второй момент который на сегодняшний день касается всех шахмат в школах сейчас нагрузки огромная и люди которые чего-то хотят добиться в шахматах ну вот скажем взять витохин мурзин они на индивидуальном графике обучения понятно что может быть их образование каким-то образом страдает но они не хотят скажем ну не то чтобы сделали ставку на шахматы ну по крайней мере не хотят упускать свои возможности в шахматах на сегодняшний момент улей горе фулина то же самое в общем то и в краснодарском крае я пока кроме артема лебедева из молодых юных талантливых шахматистов не знаю тех кто готов был бы ну скажем будем говорить так в какой-то степени в ущерб образованию заняться серьезно шахматами может быть я тогда поправлю него не ущерб образование а в ущерб а будущее профессиональной деятельности скажем так основной потому что образование это базис базиса жизненный базис для получения специальности других профессиях ты же понимаешь да я все прекрасно понимаю я понимаю что когда мы играли в шахматы то тренер говорил так если шахматы мешают учебе бросай потом добавлял учебу бросай вот тогда тогда в общем-то звание мастера спорта условно говоря это возможность работать в советском союзе и так далее сейчас скажем если взять какие-то страны ну возьмем среднюю азию наш там да тоже армению я не говорю уж там про иран где это единственный способ выбиться из серости жизни которых ожидает если они будут идти общим путем и они готовы работать индия они готовы работать по 10 часов в день в какой-то серии я правильно понял что шахматы став профессиональным шахматистом это возможность для граждан некоторых стран стать уникальным и получить самодостаточной самореализацию выбиться из серой массы серой массы им помогает почему почему у нас вот нет такой пропаганды вот как ты считаешь я просто я не вижу шахматной среде нет такой пропаганды мы об этом не говорим что шахматист гроссмейстер это человек который обретает профессию обретает специальность становится например человека мира потому что его приглашают на турнир во всем мире да то есть почему мы об этом не говорим вот 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 как ты думаешь не говорим я не могу сказать это в немалой степени но скажем бою да острая вещь ведь сегодня для того чтобы чего-то добиться вот ты сказал в ущерб будущей специальности да верно может быть в ущерб будущей специальности сегодня в россии для того чтобы добиться успеха нужно знать языки хорошо владеть компьютером иметь какую-то техническую допустим или там пускай гуманитарную но на высоком уровне с большим количеством языков специальность вообще в россии сегодня моё такое вот мнение ну скажем специалист в своей области живет достойно и неважно будешь ли ты там в бизнесе или там преподавателем уж который пока да вот но для этого надо стать специалистом в своей области если ты стал специалистом области шахмат то ты тоже достойно живешь и это достаточно востребовано вот а когда ты говоришь это в ущерб специальности ну будущее специальности я тут немножко не уверен в этом потому что я вижу как какие нагрузки у детей в школе на сегодняшний день каждый преподаватель считает что его предмет самое главное в жизни и если ты не знаешь чем закончилась война алой и белой розы то человека из тебя не будет или если ты там не разрисуешь контурная карта по географии еще какой-нибудь хрень то опять из тебя ничего не получится это отнимает огромное количество времени я уж не говорю про математику да в принципе спроси сегодняшних гуманитариев что такое интеграл они не знают или медиков и так далее им это не надо вот но в школе там выносят мозги буквально в прямом смысле этого слова и поэтому люди которые идут на свободное обучение но не контурная карта не разрисовывают и я думаю что вряд ли это ну скажем сильно повлияет на их будущее реальное образование вот так же есть вопросы но если иранцы там индусы и так далее занимаются по 8 часов в день по 10 часов в день российский человек этого не может себе позволить поэтому надо брать качеством обучение шахматам они количеством по количеству мы все равно не можем с ними состязаться никаких шансов нет а вот качество обучения зависит уже от квалификации тренеров и поэтому если такие школы создаются тогда шансы появляются в людей в армавире прекрасно работают эти женщины энтузиастки но но дальше они ничего не могут сделать они у них нет квалификации в шахматах можно футболе быть большим специалистом знать физиологию там функциональные возможности организма тактические схемы но есть много примеров орегасаки в маурине там наш с лоски они не играли футбол а в шахматах если ты хочешь на высоком уровне чему-то научить ты должен это знать сам первое необходимое условие если ты сам не знаешь что объяснить ты это не сможешь поэтому от квалификации тренера зависит очень много дальше когда идет процесс развития вот и этого я особенно не наблюдаю в краснодарском крае на сегодняшний пожалуйста лишь вот все-таки понимаешь вот сегодня мир он стал глобальным за счет интернета да не не разве разве интернет не позволяет жителям краснодарского края стать людьми мира в части образования шахматами но все обучают скайпе все есть короче образовательных программ курсов да и турниров международных в интернете ты же понимаешь да это разве не дает нам шанс вот вырваться из территориальных границ это дает всем шанс вырваться из территориальных границ и не только жителям краснодара вот безусловно сегодня можно ну многое скажем узнать в плане шахматной культуры шахматного образования из интернета но только есть еще такие моменты ведь молодой человек обычно является достаточно увлекающимся а если его начинают заносить куда-то в какие-то дикие дебютные варианты и так далее а у него огромные пробелы в области позиционные игры умения играть сеншпинь то должен быть тренер который должен его направить какую-то колею вот это вот неплохо но это не твоя проблема тренер должен быть жить с ним рядом или все-таки тренер может быть в интернете ну хотя бы иногда видеть его в живую потому что такие нужны нужны интернету ничего не сможет понять ведь смотреть как человек сидит за доской сколько он думает над каким ходом какие решения ему даются легче какие решения ему даются трудно как он расходует время и так далее если ты в живую это не увидишь то по интернету ты можешь говорить о свойствах позиции или там то что у него с тактикой какие-то проблемы давай решай какие-то позиции но если ты хотя бы в живую его видишь ну несколько раз в году пусть хотя бы по 10 дней каждый раз тогда это все равно недостаточно ну то есть подожди но я все-таки поправлюсь у нас учат чемпионаты россии чемпионаты края в зал никого не пускают и не увидишь как он играет ну я не говорю про к вид это не связано с к видом это связано с организации спортивных мероприятий организации сейчас в зал а спортивные да но я не знаю за границей пускают а за границей да за границей ты можешь смотреть как он играет как он сидит за доской там издалека но ты можешь наблюдать за этим делом ну юношеские соревнования боятся наверное подсказок каких-то там вот это связано с этим но они же играют не только в юношеские соревнованиях они играют и в других турнирах я правильно понимаю еще раз у жителей любых территорий сейчас есть шанс есть же конечно то есть найти тренера но да может быть есть какая-то не знаю готовая методика например чтобы этот шанс реализовать я например как логически понимаю как обрести наставника да и и чтобы он тебя провел там ну не обязательно по шахматам да по какой-то специальности по какой-то отрасли от начала до конца мне это понятно причем короткие сроки и на любом языке слава богу google все переводит может быть такая же методика должна быть и для спортсменов как ты думаешь я думаю что не совсем так потому что сегодня все ускоряются время спрессовано и если мы говорим ну скажем так о тренировках ну давайте возьмем футболистов все любят футбол смотреть по крайней мере по телевизору до молодые люди любят играть но не все но было очень многие скажем там есть тренер который работает с вратарями есть тренер которая работает там с нападающими защитниками я не знаю если физической подготовки есть психолог там в команде есть люди которые массажисты учит их падать просто чтобы они не травмировались когда там против нее грубо сыграли и так далее и это делают различные специалисты в различных областях в шахматах сегодня можно дебют например поставить с помощью одних специалистов и есть диски которые по дебютам продаются н-шпиль другие специалисты проблемы метод или там позиционные игры там тактические решения 3 то есть сегодня не надо взять одного специалиста который проведет сначала до конца сегодня могут быть три специалиста четыре специалисты через интернет которые сделают каждую свою работу там где он сильнее возможно 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 технически но иногда это тяжеловато финансово получается теперь самое главное все-таки это бюджет понимаешь бюджет у государства нет на это денег это не предусматривает может быть точечно держать есть бюджет то есть это получаются личные инвестиции семейные инвестиции инвестиции родителей правильно да практически как вот в екатеринбурге спонсоры большие любители шахмат которые помогают тоже для игоря фулина например занимается постоянно с гроссмейстером игорем лысым вот он ее полностью курирует ну там есть и другие тренера но работает она с игорем постоянно то есть до спонсора я вот сколько разговаривал спонсоры не понимают зачем вкладывать в это деньги вот я честно скажу в детских нет нет понимаешь нет ответа зачем вот вот должен быть какой-то ответ его надо может быть придумать найти обосновать и защитить и вот пока я не вижу вот со всеми разговаривал разово помочь могут системно мышь понимаешь системная работа трениров надо оплачивать не один раз годами турнира надо понимаешь ней на один съездить она на лет на пять понимаешь да это же это путь путь и вот спонсор не понимает зачем я не знаю что делать таком случае мне еще один вопрос миша вот мы уже заканчиваем понимаем наш тайминг еще один вопрос а скажи пожалуйста вот и бытует некоторое мнение среди спортсменов да что вот условно топ-20 в мире спортсменов живет очень неплохо в шахматах а все остальные там остальные там начиная с 21 место по 500 и все красмейстеры уважаемые кстати что-то они себя не очень хорошо реализуют в этой жизни части экономическом бюджетном но и ты понимаешь о чем я говорю быту нет как говоришь то есть вопрос следующий эти люди ну скажем пока сравнительно молоды они живут вполне нормально материально ну скажем там свою 1000 долларов в месяц он заработать может игрой игрой и там какой-то работой для россии это приемлемая для жизни деньги вот дальше если он не подготовился к тренерской работе результата начинают ухудшаться и он уже игрой заработать не может ничего а тренер за рабочую игру и тренерскую работу замечать невозможно практически да но если он наблюдает за процессом тренировки думает как надо тренировать допустим сам себя тренирует и понимает как этот процесс идет то он может его немножко проведя какое-то образование сделать в тренерской работе тоже шаг вперед да неплохо было бы если бы какие-то реальные курсы были тренеров причем тренеров для квалифицированных шахматистов которые хотят потом стараться да потому что это все-таки разные вещи это безусловно есть такая вещь но давайте посмотрим еще по-другому сегодня шахматы могут выйти на телевидение не могут это очевидно потому что человек не может сопереживать с первых секунд не обладает достаточными знаниями базовым для того чтобы понимать что происходит никакой комментатор тут не поможет в этом но но скажем так вот давайте возьмем биатлон ведь раньше биатлон никто не понимал это примерно то же самое что фехтование было там не загорится лампочка ты не поймешь кто кого уколол и только специалист может в этом разобраться но они сумели выйти на телевидение и у них появились нам нужен свой губернии ты хочешь сказать хочу сказать губернии в шахматах ничем не поможет вот но там сейчас нормальные деньги в биатлоне для спортсменов и для тренеров и так далее потому что там реклама идет по телевидению во время соревнований биатлона и домохозяйки спорят там нужен ли тренер пихлер или там какой-то другой тренер если взять человека с улицы и спросить кто там чемпион по биатлону но я лично знаю фамилии фуркат и бьерн далин если правильно произношу вот большинство людей не назовут вообще о чем идет речь это в россии которая страна северная южная страна вообще говорит не о чем что это означает биатлоном занимается интересуется но пусть два миллиона человек в мире шахматами интересуется и занимается наверное с полмиллиарда ну или по крайней мере ну что-то в этой в этом роде шахматы стали идеальными для интернета как только в интернете научиться делать рекламу реальную и брать за них деньги за нее деньги и получать их пока это как я понял не не получается но мир технологии в мире технологии это обязательно произойдет сразу после этого резко повысится все и гонорары и оплата тренеров и и так далее и так далее когда это произойдет я не знаю но вероятность такая существует тогда появятся и деньги и все остальное ну кто это должен сделать скажи пожалуйста кто это должен сделать фиде я думаю что люди с мозгами должны это сделать я не знаю кто должен сделать вот как-то так я в этом не разбираюсь но думаю что когда полмиллиона играют в интернете полмиллиарда играют в интернете в шахматы как-то найдется способ делать рекламу и брать за нее деньги и тогда сразу все поменяется кардинально в телевидении не получится но в интернете это возможно большое спасибо но я все-таки законченный она как бы завершая нашу нашу встречу я хотел бы поблагодарить помимо этого почему-то еще раз ты стал наш краснодарцем по разным секторам и по общей идее и по твоему участию даже вот эти посещения городов я тебе хочу сказать что многие потом говорили что мы пересмотрели свои подходы и взгляды то что были разговоры люди с тобой общались обменивались мнением это кстати много реализовалась с того что ты говорил просто ты мне надо сделать второй круг еще раз проехать по чему же городам и и и сравнить например там ну может быть с интервал там ну семь лет уже прошло до что изменилось что ты понял что изменилось а много изменилось и честно скажу и благодаря тебе потому что ты у нас являющийся председателем наблюдательного совета федерации шахмат красоты края мы гордимся этим и наверно вот когда говорят а кто 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 ваши звезды да у нас их много в край огромный у нас и чемпионы мира есть и вот твоя тренерская работа твои взглядом их тоже ценим и пытаемся реализовать большое спасибо тебе михаил и рад что с тобой проехаться один нет с тобой готов проехать уже я с удовольствием сейчас видишь к вид этот сумасшедший это просто все встало ты же сам говорят говорят еще пару лет и мы забудем это чем поэтому я услышал я услышал мы запланируем с тобой все проедем нас у меня тоже везде меня ждут на машине сядем и все объедем и всех посмотрим как там и тогда мы еще раз подведем итоги что изменилось что мы сделали вместе спасибо миша от тебя рады все до свидания